Сквозная тема расцветания природы. Интегрированная, организованная учебная деятельность. Выполним задание весны. Образовательная область познания, формирования элементарных математических понятий. Творчество, рисование. Ребята, у нас сегодня математика. И для занятия вам нужно приготовить краски, простые карандаши, альбомный лист бумаги и две карточки. Посмотрите внимательно и скажите, какое время года сейчас? Правильно, весна. Я хочу вам рассказать секрет. Весна издала указ приготовить для вас интересные задания и проверить ваши знания. Вы согласны выполнять задание весны? Хочу вам напомнить, что в математике есть слово, которым можно заменить слово «много». Это слово «множество». Посмотрите на картинку. Обратите внимание, я разделила множество животных на две части. Одна часть – дикие животные, другая часть – домашние животные. А как вы думаете, на какое множество разделено? Множество птиц и множество посуды. Молодцы! Назовите, по какому признаку можно определить множество. Будьте внимательны, ребята. Конечно же, по цвету, по величине и по форме. Какое множество здесь изображено? Правильно, это множество цветов. А на сколько частей разделено это множество? Назовите первую часть множества. Это тюльпаны. Назовите вторую часть множества. Конечно, это нарциссы. Какая часть множества больше? А какая часть множества меньше? Ребята, а как мы можем проверить? Правильно, ребята, посчитать. Выполним задание. Определите, по какому признаку можно разделить это множество. Будьте внимательны. Давайте с вами отправимся на весеннюю полянку. А для этого возьмите карточку номер один. Посчитайте, сколько бабочек на полянке. Проверьте, правильно ли число бабочек обозначено цифрой. А теперь соедините карандашом картинку с изображением бабочек и цифрой. Посчитайте божьих коровок. Посчитайте стрекоз. Посчитайте колокольчики. Посчитайте пчелок. И соедините карандашом картинку с нужной цифрой. Теперь закрепим свои знания в игре «Сосчитай» и «Подбери цифру». Для этого возьмите карточку номер два. Сосчитайте и обведите нужную цифру карандашом. Молодцы! А сейчас нам понадобится альбомный лист. Положите его горизонтально перед собой и простым карандашом нарисуйте. В верхнем левом углу нарисуйте солнышко. В верхнем правом углу нарисуйте облако. А в центре листа нарисуйте дерево. А теперь давайте проверим, какая картина у нас получилась. Когда немного отдохнете, раскрасьте, пожалуйста, свою нарисованную картину яркими красками. На этом наше занятие закончилось. Вы молодцы! До новых встреч!